Кировск посетила съемочная группа Первого канала. Город у подножия Хибин стал одной из локаций для съемок тревел-шоу «Поехали». Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский примерили роль туристов, стали участниками северного сафари на квадроциклах, посетили горнолыжный комплекс «Большой Вудьявр», поднялись на Айку Айвенчор и впервые попробовали на его вершине блюда арктической кухни в авторской подаче шеф-повара ресторана «Плато». Какие впечатления им подарил Север и Хибины в частности, узнали мои коллеги Валерия Романова и Евгений Владимиров. По Кольскому полуострову съемочная группа Первого канала колесила целую неделю. Телеведущие признаются, они посетили не один десяток городов страны, но только сейчас исполнили свою заветную мечту. Мы пока ехали, как-то не ощутилось величие гора. Когда поднялись наверх, конечно же, виды завораживают. В общем, крайний север был нашей давнишней мечтой, и мы очень рады тому, как все это разрешили, что мы именно в это время, именно в этих местах оказались, именно при такой погоде. Но сегодня, к сожалению, немножко заволохло, но, знаете, так еще, мне кажется, более антуражно. Драматично, я бы сказала. А вчера мы погружались на дно Баренцева моря. Вот этими руками ловили езжеев. Гребешков, кстати. Гребешков, да. Там же пьели. Крабов, Женя нашел маску, видимо, кто-то потерял. Это был мой тропик. Это было, да, это было очень для нас неожиданно, потому что можно многое что себе, да, представить. Но вот чтобы окунуться на одного северного ледовитого океана, ну вот скажи нам об этом, даже год назад, два назад, я бы ни за что не поверила. Но было не холодно, несмотря на то, что вода 8 градусов. Вообще не страшно. И мы с полной уверенностью можем сказать то, что Кольский полуостров оставил неизгладимое впечатление в наших душах. Но мы им уверены, что то же самое он произведет и с теми, кто посмотрит нашу программу. Да, ну и мы закрыли свой, как-то модно сейчас говорить, гешталь-путешественникам. То есть крайний север Кольский полуостров на карте нашего проекта. Ну что, поехали? Поехали. На севере съемочная группа столкнулась с непривычными условиями, работая в полярный день. Телеведущие в кадре не замечали, как наступала глубокая ночь, а операторы не выпускали из рук камеры. Настолько их очаровала красота Кольского края. По словам Марии Евгения, Заполярье – место силы всего мира, где очень суровые погодные условия и не может быть слабых людей.